Она рассказала ребятам о своем спортивном пути, о том, как важно двигаться к цели, несмотря ни на что, и, конечно, раскрыла главные секреты спортивных достижений – это режим и усиленные тренировки. Начинается тренировка у нас в 9 утра, есть у нас днем 2 часа перерыва, то есть мы где-то с 9 до 3 дня тренируемся, потом 2 часа у нас отдыха, и где-то в 5 или полшестого мы уходим на вторую тренировку, и она может быть бесконечна. Сейчас чемпионка сделала перерыв в спортивной карьере. Она занимается строительством спортшколы в Зеленограде, планирует открыть музей «Динамо». Спортсменка с удовольствием ответила на все интересующие детей вопросы, провела фото и автограф-сессии. Замечательные ребята, они такие все увлеченные в таком замечательном лагере. Достигли невозможного, вперед к невероятному. Я хочу, чтобы дети с этим жили тоже, жили с этой фразой. После теоретических занятий участники проекта применяют полученные знания на практике, проходя испытания на специализированных станциях. Ребята делятся на команды. Специалисты по питанию, врачи, болельщики, олимпийцы и тренеры. На станциях мальчишки и девчонки узнают основы правильного питания, как оказывать первой помощи и многое другое. Чтобы облегчить себе задачу, надо сделать небольшой рычаг. Сюда, сюда, хоп, хоп. Я попала в команду к врачам. Я туда пошла осознанно, потому что знать основы первой помощи – это очень важно не только в спорте, но и в повседневной жизни, потому что никто не застрахован от каких-либо травм, каких-то стрессовых ситуаций. И всегда важно, чтобы рядом оказался человек, который может помочь. По итогам игры победители получили грамоты и сувениры из рук олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Гелены Топилиной. Олимпийский патруль продолжает свою работу. Впереди сменовцев ожидают встречи с олимпийскими чемпионами и интересные мастер-классы.